привет всем неимоверная жара у нас на улице самого утра уже жарко одно спасение это смотровая яма тут такое впечатление вроде бы кондиционер стоит значит ближе к теме по поводу видео сегодняшнего в одном из недавних видео я вам показывал как определить редуктор заднего моста его передаточное число не снимая с автомобиля есть видео смотрите на моем канале кому интересно значит опять же кому интересно можно и определить какая кпп коробка у вас установлена на вашем автомобиле краткое предисловие значит завод автоваз до 76 года выпускал коробки одного образца одного типа 2101 с определенными передаточными числами в семьдесят девятом году то есть после после 76 начался выпуск второго типа коробки которая шла на не вы вас 2121 устанавливалась и устанавливалась на автомобиле вас 2106 с другими передаточными числами отличительными от 2101 после 79 года начали выпускать коробку передач 2105 так называемая со своими передаточными числами значит тут такой вот вопрос что каждая машина не обязательно если вы уверены что ваша машина завода вы один там или второй хозяин знаете что первый хозяин не менял агрегаты то вы сто процентов можете быть уверены если это копейка то там стоит коробка 2101 но быть такой мог вариант что хозяин первый хозяин или какой там 2 3 вышла у него из строя коробка и он по но не сознательности или за отсутствие информации поменял коробку например на коробку 2106 что не очень хорошо сказывается на динамических свойствах автомобиля вас 2101 с коробкой 2106 потому как в коробках 2101 шли передаточные числа то есть по простому вам скажу коробка была тяговитая но сразу скажу на всех коробках классических четырех ступенчатых четырех ступенчатых четвертая передача у всех одинаковое передаточное число равняется единице первая вторая третья передачи у коробки 2101 как бы тяговитая скажу вам так по простому коробка 2105 более длинные передачи 2106 самые длинные передачи то есть для мощного двигателя для двигателя с объемом 1500 и больше если на коробке 2101 мы можем трогаться тронуться как говорится чуть ли не на холостом на холостых оборотах то на коробке 2106 с ее передаточными числами нам надо тронуться то есть двигателю будет напряжно больше нагрузки надо нам газу дать чтобы тронуться не заглохнуть это слабенькому двигателю двигателю 2106 то есть от 1600 и больше эта коробка такими передаточными числами как в самый раз но опять же это как заводские рекомендации но как показывает опыт опять же я прошлом видео говорил повторю повторюсь еще раз как показывает опыт самый оптимальный вариант для двигателей 1500 и больше эта коробка 2105 с передаточными числами и редуктор заднего моста 2103 с передаточным числом 4 и 1 оптимальный вариант этот у нас получается хорошая динамика разгона нормальная скорость трейсерская на трассе и самый оптимальный расход топлива самый нормальный самый оптимальный можно сказать минимальный расход топлива при таком вот конфиге значит дальше по теме видео у нас как определить какая с какими передаточными числами стоит коробка у нас на автомобиля не снимая ее и не вскрывая значит сразу вам скажу корпусы все одинаковые в коробках ну кроме пятиступенчатая она отличается в блочком пятой передачи по четырехступенчатым корпуса все одинаковые никаких маркировок нету чтоб нам определить где-то чтоб написано было можете не заглядывать не смотреть значит как определить вывешиваем одно из колес как прошлом видео показывал вам по редуктору потом крачевым чтоб она висела в воздухе свободно вращалась второе колесо стоит на земле ставим метку на кардане отмечаем метку тут метку тут чтобы можно было считать обороты кардана ставим коробку передач на третью передачу включаем третью передачу у кого тут конечно уже такой вариант у кого есть отверстие отверстие в радиаторе под кривой стартер под заводную ручку под кривой стартер кто как называет это отлично намного облегчает нам нашу процедуру у кого же нету у меня вот например в кузове отверстие есть в радиаторе отверстия нету поэтому мы используем храповичный ключ накидаем на гайку храповика и проворачиваем двигатель перед этим еще один нюанс выкручиваем свечи до для облегчения проворота двигателя выкручиваем свечи кладем их сторону и проворачиваем двигатель значит тут уже конечно желательно без помощника тут наверное не обойтись я так понимаю помощник считает обороты кардана мы считаем обороты при этом мы считаем обороты коленвала тоже ставим там метки замечаем на коленвале на шкиве значит при оборотах кардана 10 делаем 10 оборотов кардана в любом случае и считаем обороты коленвала значит коробка 2101 делаем 10 оборотов кардана у нас полуть должно получиться где-то 14 8 больше 14 короче оборотов коленвала с погрешностью 14 8 14 9 где-то должно получиться оборотов коленвала это будет у нас коробка 2101 с ее передаточными числами значит 10 оборотов кардана коленвала 13 и 9 не больше 14 это у нас коробка 2105 значит 10 оборотов кардана и 12 9 оборотов не больше 13 оборотов коленвала это у нас коробка 2106 ее передаточными числами значит табличку с передаточными числами по скоростям выложу я в конце видео кому интересно и выложу табличку вот соответствие оборотов коленвала с оборотами карданного вала и какая коробка каким оборотам соответствует ну вот это кто кому интересно кто хочет узнать какая с какими передаточными числами у него коробка стоит и соответствует ли она двигателю объему двигателя вашего автомобиля потому что от этого зависит расход динамические качества вашего автомобиля ну и все остальное что за этим следует значит вот такое видео сегодня снял подписывайтесь на мой канал ставьте лайки дизлайки тоже приветствуются подписывайтесь на группы вконтакте в подписи к видео ссылки обсуждаем кто как проделывал кто как определял у кого какие есть рекомендации советы пишем не стесняемся всем хорошей погоды пока господи п 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 Субтитры сделал DimaTorzok